Всем еще раз добрый день. У меня предложение сделать армаринку потемнее. А вот там? Есть слайд? Вы можете еще. Ну я так. Себя. Да все убрать. Все убрать. Еще раз добрый день. У меня нет академической внешности, у меня большой бороды. Это здорово. Я расскажу о том, наверное, ничем. Не то, что я выбрал профессию на всю жизнь. Я не знаю, чем заниматься через год, но сейчас занимаюсь тем, чем мне нравится, тем, чем мне интересно. И я научился не бояться заниматься тем, чем мне интересно. И вот это, надеюсь, вам вместе с мной это будет тоже интересно. Я занимаюсь вставляемой молекулярными системами. Что это такое? Как я к этому пришел? И зачем я к этому пришел? Пришел это совершенно случайно. Начинал я так же, как и вы, школьникам, писал рефераты в университете, пришел на кафедру. И постепенно так получилось, что, занимаясь данными направлениями, я как-то не гнушался к черту новенького. И постепенно у меня сформировались разные области интересов, которые потом наконец пересеклись в одно общее направление. Я вас немножечко по этим направлениям проведу. Первое, что у нас появилось интересное в моей лаборатории, это гигантский поле самолибдата. Соединения, которые родились в Германии, я хочу вас немножечко к этому приготовить, морально, чтобы у вас оценили масштаб, интересы этой проблемы. Вот отдельный атмос, да, то есть твердый класс атомарной структуры, это у нас правило... Что? Диверировали с рук? Да, да? Это металл, да. То есть металлы, у них атомарная структура, это кистолические пчела. У них дальний порядок, у них высоковупорядочная твердая структура. Если мы пойдем дальше, поговорим об оксидах, у них координация кислорода, в красном, он обозначен, да, вокруг центрального атома металла. Металла, она тоже не случайно, она имеет некую пространственную, так, нафигурацию, тоже высоковупорядочная. Мы знаем, если в нем просто оксид какой-нибудь, в воду поместим его, он в жизни не растворится. Если мы хотим его растворить, надо добавить кислоту, перевести его в ионное состояние, в растворье. Вот в растворе уже теряется дальний порядок, и мы с вами имеем какие-то структуры, которые имеют ближний порядок. Но на больших расстояниях в растворе у нас не плавают такие огромные сетки, да, у нас плавают отдельные ионы, в лучшем случае, ну или полиоксонион, то есть сохраняется хоть ближайшее окружение. Вот эти вот полиоксонионы могут при определенных условиях конденсировать образование уже высокоупорядочных структур в маленьком объеме. То есть в растворе они как-то между собой не сориентированы, но каждая такая частица, каждый такой полиоксонион представляет собой высокоупорядочный элемент. И, наконец, в итоге при определенных условиях, это ничего хитрого, нет, это просто кислотность среды, это концентрация, и мы получаем вот такой вот полиоксомолибдат, собирается он самостоятельно, и в этом его особенность, в том, чтобы не как-то последовать, а через ряд очень сложных стадий. Мы просто смешиваем компоненты, мы отдаем им время, мы отдаем им условия, и получаем на выходе готовый полиоксомолибдат. В нем 138, в данном случае 154 атома молибдена. Это очень много. В обычных молекулах их, ну, не больше 7 атомов, даже там, в известных ионах гептомолибдата, аммония, их 7. Здесь 154, это огромные структуры. Они окружены, каждый такой металл, вы в каждом этом элементе, синим, красным, голубом, в центре атома металла, окруженными кислородами, и все это в растворе имеет некий заряд. И вот такая вот структура существует в растворе диаметра 3,7 нм, то есть это довольно большая. Если мы посмотрим на расстояние связи, допустим, углерод-углерод в каком-нибудь соединении, то есть это одинарная связь, это 0,154 нм, а здесь 3,7, то есть это довольно большая структура, массивная, кристаллизуется, она плохо, ей тяжело кристаллизоваться с большим расстоянием ячейки элементарно. Но самое интересное, что в ней есть 5-6-ти вариантов молибдена. Либден, это переходные элементы, как все переходные элементы, переменной степени окисления, он может употреблять каталлизические свойства, то есть он может ускорять определенные процессы. Мы знаем, что каталлиз очень важен не только в органической, но и в физической химии. И вот эти потенциальные свойства делают его замечательным кандидатом для нашей дальнейшей стадии его исследования. Но вот в частности, кроме таких троидальных структур возникают еще и сферические, называют фуллереноподобные, потому что у него симметрия как у углеродного фуллерена, букебола. И в растворе такие структуры, ну вообще, чем меньше структура, чем меньше какой-то элемент, если мы говорим не в молебулярном растворе, да, мы просто, не знаю, хлорид натрия в воде размешаем, это обычный ионный раствор, то есть у него нет никаких агрегатов. Но если эти частицы агрегируются, то чем меньше такие агрегаты, тем им невыгоднее находиться по одному. Им намного выгоднее находиться вместе. И вот такие структуры стабилизируются в растворе, они сами собираются, вот такие полоисторические глобулы. То есть мы видим, здесь два этапа организации. Сначала образуется самостоятельно вот такая вот филлическая метроидальная структура, а потом они между собой организуют вот такую глобулу. Конечно, они все одноименно заряжены, то есть мы все имеем очень большой, там, кратка минус 32, отрицательный заряд, это очень много, мы все знаем, школьная химия, обычно минус 2, минус 3, минус 4, да, заряд, то есть минус 32. И они должны, конечно, только друга отталкиваться, но вот в этих вот прегрузках между каждым из торов находятся противоионы, положительно заряженные катионы, которые их заряд уменьшают, стабилизируют структуру. И вот такие глобулы в зависимости от концентрации могут, вот, наобласте там расстрой, достигать 500 миллиметров. То есть мы с вами видим некую самоорганизацию в системе. Нам не нужно ее искусственно, как бы, из маленьких шагов создавать. Она создается глобально, длинновременно, самостоятельно. И, наверное, в этом есть тенденция химии будущего, в том, чтобы, используя какие-то макромеханизмы системы, заставлять ее самостоятельно делать что-то. Не пытаться ее вести путем своего понимания. Нужно пытаться понять ее. Природа вам ничем не обязана. Природа есть готовые решения, и уметь понять их – это большое искусство. Это был первый этап нашего работы. Второй этап нашего работы – мы занимаемся люминесценсами. В частности, переносом заряда. Буквально и чуть о том, что это висят представлять. Вы наверняка все видели, как следится красиво раствору, там, подействуем утре фиолета. У всех есть яркие какие-нибудь суперяркие футболки. Это тоже флуоресцентные красители. Это тоже вещества, которые поглощают свет в одной области, но, как правило, более высокоэнергетический свет, как волновое излучение. А испускают его в более длинноволновую. То есть, это просто представлено. Вот синяя полоса – полоса поглощения, а зеленая полоса – испускаем. Здесь вот так вот схематически изображено, что у нас система сначала поглощает энергию, перенося состановлены на возбужденную. Потом она внутри преобразует часть энергии через колебания, рассеивает ее. И то, что у нее осталось, она уже не может рассеять через колебания. Она просто это испускает в виде видимой области излучения. Так работают лазерные красители. Это вообще отдельная область знаний. Вот здесь представлен как раз типичный краситель. Это ксантеновый краситель. Почему вообще он может именицировать? Главное, наверное, это то, что у него есть система двойных связей, сопряженных колец. Это одно из таких важных условий. И у него здесь эта система жесткая. Они не могут как угодно колебаться. У них есть конкретная жесткая структура. Чем меньше колебаний, тем больше вероятность того, что они испустят энергию, они рассеят ее. И вот именно такое соединение мы решили использовать в составе нашего, нашей отмолебулярной системы. Еще мы руководствовали с тем, что здесь есть положительный знак, положительный заряд на азоте, а наш анокластер, помните, он отрицательно заряжен. Ну и там самое простое, это астатическое взаимодействие присутствует. И на основе этого взаимодействия мы построили вот эту систему. Когда взаимодействует положительно заряженный катион с нашими анокластерами, с полиоксонионом, есть какое-то предельное количество молекул этого реминофора, которые может сесть на нашу анокластер. Ну, элементарная математика, если взгляд на него минус 20, значит максимально он может сесть в 20 молекул реминофора. Так, к примеру, здесь ничего хитрого нет. И когда вот в него садится все 20 молекул, у него заряд становится равным нулю. А это значит, что он становится, скажем так, если у вас сам анокластер, ну, знаешь, что такое коллоидная химия кто-нибудь из вас? Кроме посильниц. То есть вещества гидрофильные растворяются, водители гидрофобные водители растворяются. Если у вас есть какой-то взгляд на поверхности, это, скажем так, как некоторый плюс для вещества, чтобы оно больше растворялось в воде. Вот если мы компенсируем все заряды, если это будет нейтральная частица, и при этом эта нейтральная частица будет гидрофобной, то она не будет растворяться в воде, она будет в осадок. Ведь когда мы насыщаем вот этими молекулами реминофора всю поверхность анокластера, у нас попадают в осадок так называемые ионный ссад, ну или комплекс, мы можем так условно назвать. И в чем интересное исследование? Мы обнаружили, что если мы облучаем наш реминофор ультрафиолетом, то есть ультрафиолет это ниже 300 мм примерно, видимая область это 400 мм-700, 400 это фиолетовый, да, примерно там красный, красный свет это 700 примерно на мм. То есть мы облучаем его ультрафиолетом, ультрафиолет превращается в молекулу реминофора, после чего придается излучение анокластера, возникает перенос энергии в системе. Именно перенос энергии заставляет анокластер активировать свои каталитические свойства. До этого у него были, ну скажем так, один 50-50, ну есть и есть, а тут мы их дополнительно усиливаем, сообщая ему необходимую для этого энергии. Теперь на что возникает каталитическая система с переносом заряда. Это, наверное, первый такой серьезный шаг, который мы достигли. Мы это все не просто теория, это мы уже сделали, это работает. Сейчас мы проверяем конкретные реакции, которые могут в такой системе происходить. То есть где есть катализатор, наш тронар-пластер, где есть его так называемый химий промоутер, тот, кто его зажигает, тот, кто дает ему импульс для начала работы. И теперь мы ищем ту область химии, в которой данный катализатор может работать. Недавно появилась еще одна область наших интересов, это так называемые свитчевые молекулы. Свитчевые, то есть переключаемые молекулы. Переключать их можно по разному. Есть переключаемые под действием кислотности, а есть переключаемые под действием ультрофиолета. Но, к примеру, данное соединение имеет цис-структуру. То есть обычный транс-изамер. У вас у всех транс-изамер органика, тут ничего хитрая нет. Но если мы на него посветим ультрофиолета, он перейдет в цис-конформацию. То есть у нас с вами ведет управляемая форма молекулы. То есть мы светим и меняем форму. Где это может использоваться? Например, здесь можно ставить огромную молекулу, перемещаться по цепочке, закрывать, допустим, тот или иной центр. К примеру, предположим, это у нас каталитически активный центр, это каталитически неактивный. Мы можем закрыть каталитически активный центр, реакция не пойдет на него. Можем его открыть под действием ультрофиолета и, в данном случае, под действием кислотности. Также на основе таких простых переключений могут осуществляться самые простые элементы логики. Могут возникать называемые транзисторы, ну или молекулярные моторы. Здесь идет компьютерная модуляция, как просто три молекулы, находящиеся в такой гексогенальной ячейке, могут с учетом естественных процессов организации представлять собой вполне конкретный мотор. Это не просто нарисованный мотор, это снято с помощью туннельного сканирующего микроскопа. То есть очень маленький зонт, где на конце буквально одинаково подводится к системе, под действием очень большого поля, кредиента поля электромагнитного, возникает туннельная, то есть электрон отрывается от образца и попадает на зонт. Это отъявление записывается, и мы с вами вот так по точкам сканируем, изображение включаем, вот это шлое зависимость. Это очень, на самом деле, круто. Это не наша работа, вот это очень крутая работа. Это просто о том, как можно использовать приключаемые молекулы. И вот один из тоже возможных вариантов, это приключение двух молекул из проводящего состояния, от непроводящего подрыва. То есть мы с вами можем контролировать, куда будет судовережье, влево или вправо, возникает самый простой элемент логики. Или даже, превзращаясь к предыдущему слайду, представьте себе, что у вас вот снизу и сверху у вас, например, два электрона внизу, когда у нас молекулы расправлены, есть контакт, если она еще и проводит ток, то мы с вами получаем, ну то есть у нас есть напряжение, ток проводится. Мы действуем ультрафилетом, она изменяет свою конформацию, она уже не соединяет единого контакта, тока нет. Возникает самый простой элемент логики, возникает и ничка, и нолик. Это основа для любой компьютерной техники. Ну и вот, переходя к тому, для чего мы все это, столько разных отростей, казалось бы, порой независимых знаний, могут найти объединение в конкретном, в конкретном изобретении. То есть важно, наверное, вот сейчас уровень логики такой, что можно у одной молекулы снять кучу спектров, можно узнать ее структуру, электронное строение. И это не будет каким-то суперпрямо достижением. Куда, наверное, важнее сейчас это научиться, создавать что-то новое и объединять те свойства молекул, которые уже известны, максимально эффективны. То есть если мы знаем, что одна молекула является донором энергии, реминофор, мы объединяем ее с катализатором. Это уже не просто катализатор, катализатор, у которого есть, нечто большее, у него есть зажигание, за счет того, что его накачивают энергией реминофор. В том числе, у вас реминофор штыкинг свет, мы можем через свет управлять с вами молекулярной химической реакцией, протекающей в растворе. Вверху изображены молекулы ПАФ, немножечко укладываю это слово у последующего лектора. ПАФ, у меня на всем известны, первостративные вещества, моющие средства, молекулы, в которых есть длинная неполярная часть и полярная голова. Мы можем с этим полярным концом прицепиться к анонопластеру, а неполярным обратиться в раствор. Тем самым мы сделаем поверхность гидрофильной, гидрофобной. Эта гидрофобизация поверхности, допустим, позволит нам повысить градство катализатора к исходным веществам, которые, допустим, являются неполярными. Они асторбируются на поверхности анонопластера, происходит каталитическая реакция, возникает продукт. А продукт, к примеру, гидрофильный. И тогда у вас получается очень хороший выход реакции, потому что у вас нет удержания, у вас катализатор не занят продуктом. Продукт получился, продукт ушел. Ну и вот последнее, наверное, что я хочу донести, это идея совсем ближайшего времени, которая у нас родилась, мы сейчас пытаемся на платители. Вот есть некая поездность катализатора, монокластера или любого другого катализатора. Есть так называемые переключаемые молекулы, свитчевые молекулы. Здесь представлены другие, здесь называется эпирозин. То есть, сейчас эта информация в кресле. Похоже на кресло, да? Нет. У кого-то похоже, вот. У меня тоже похоже. Это кресло. Эти области, синие, взрочные, так называемые, какие-то группы, которые позволяют нам удерживать такие вот молекулы переключаемые на вверхность нашего катализатора. Теперь представьте себе, что между ними мы расположили молекул, что называется очень интересно, хиральный индуктор. Хиральный индуктор этого нет. Это замечательная вещь, которая позволяет направить ход реакции до нужного пути. То есть, без него, грубо говоря, органическая какой-то реакция, где есть право вращающий, лево вращающий замер, у нас от выхода одинаковый, 50 на 50, к примеру. А мы хотим, чтобы у нас было одного очень-очень много, а другого очень-очень мало. Реактор выводим хиральный индуктор. В чем его суть? Он координирует вокруг себя определенным образом реагенты. Ну, или так называемый, с ним и продуется комплекс промежуточный. И когда этот комплекс образовался, уже последующая стадия протекает по какому-то конкретному пути. По одному, а не по разному. А теперь представьте себе, что у нас есть система катализатор, приключаемые молекулы, хиральный индуктор. Во-первых, чтобы встретиться в растворе с катализатором, то есть здесь мы допустим молекулы, исходное вещество, ему нужно в растворе, опять, встретить себе катализатор, встретить себе индуктор. Это два взаимодействия. Когда они вместе, им нужно всего одно удачное столкновение. И вот мы действуем светом, и у нас с вами меняется конформация. У нас теперь внутрь поворачивается, то есть он смотрел наверх, его активные группы, то есть представьте себе, что он работает, когда молекула связывается с верхними группами. Снизу он не работает. Вот мы его перевернули. У нас получилось, что его активные центры обращены к катализатору, то есть молекула поймает сатиральным индуктором, там скоординируется. Тут же катализатор, все в одном месте. У нас с вами возникает такой, если база, молекулярный завод, все в одном месте. И это протекает с очень большим выходом, это протекает эффективно, и что самое главное, это протекает управляемо. Вот самая такая была идея, где это можно использовать, такая просто из серии, а почему бы и нет. Представьте себе, что у вас есть подхожий какой-то чип, и вы чем-то болеете. Может быть не болеете, но можете заболеть. И вам нужно, чтобы какое-то вещество у вас крайне продуцировалось конкретно, потому что перед давлением у вас возросло, вам нужно его снизить. Есть какой-то тестер. Тестер принимает у вас низкое давление. Он посылает цветовой импульс, информация системы меняется, она становится активно, если это все возможно, то она катализирует продукт какой-то, который, допустим, ваше давление повышает или понижает. Ну, к примеру, не факт, что это работает именно в этой ситуации. Можно найти подобную систему. Главное, что мы получаем путь к управлению, прямому управлению на молекулярном уровне свойственной системы. Вот это, наверное, главное, что хочется создать в ближайшее время. Спасибо вам за внимание и нужно верить в свои силы даже если у людей в этом нет. Кирилл, у меня возник вопрос про ЦИС и трансизомеры, да? То есть они же, получается, изомерные вдоль двойной связи НН, как двойная связь НН может поворачиваться, да? Почему она поворачивается? У тебя... Ее вмешательство поворачивается. Подожди, а где поворотная ось тогда у этой молекулы? Понимаешь? У тебя по счастью связь НН, которая с кольцом... Все, все, понятно. Понятно, да. Что ж, не возникло большого вопроса? Еще вопрос есть. Вот там процесс, который вот на следующем... А, ну, ладно, там... Давай переключи, где ты прообращаешься, молекул-то. Ты сказал, что ты изнырял... То есть эти картинки были получены с помощью микроскопа, который... Я измерял. Я взял текст, кто измерял. Ну, понятное дело. Ну, то есть, это как бы микросистема, к ней прикладывает магнитное поле, чтобы получить эти рисунки. Я думаю, это просто... А, ты понял? Да, само измерение, оно вносит какое-то возмущение в эту систему. Может, оно крутится только, когда ты измеряешь, когда на нее микроскопа смотришь, поскольку оно магнитное поле создает. Я думаю, что она обращается, потому что в радиоанной динамике просто есть некая бронус движения молекул, согласованная. Это, как раз, метод самоорганизации. То есть, система находит некое социнарное состояние, она не равновесная, на 100%. Но само магнитное поле... Тем более, если бы тебе прикладывало, у тебя точка положения магнитного поля это порядка одного атома, а у тебя обращается целая молекулеза система. Я думаю, что эта дискуссия может довольно долго продолжаться. Я вот понимаю, о чем они говорят, о том, что не всегда, поэтому не удивляйтесь. Давайте попробуем. Аплодислав Павлович является генеральным директором научно-производственного предприятия ЭКОПА. И сегодня, собственно, он с вами будет общаться как человек, который занимается химией не как наукой, а как делом, которое... Не очень хорошее слово, но обслуживает жизнь человека. Ну, пусть будет так. Меня зовут Денис, как мне представила Анна Валеха. И несмотря на то, что предыдущие два спикера их можно отнести к академической среде, я все-таки считаю себя практиком, человеком, который видит в химии науку, которая должна в первую очередь служить народному хозяйству, служить человеку. И именно подход к ней как к науке должен быть таким, ну, чтобы смотреть сразу на применение, на конечный результат, а не строить гипотезы и теорию. И сегодня я расскажу про самый последний наш инновационный проект, который мы сейчас создаем. И он напрямую связан с эмульсионной полимеризацией. Или я еще лекцию хотел назвать «От полимера до композита». Ну, то есть вот эти два названия можно зафиксировать в голове. Итак, сначала базовое понятие. Классика, Жан. Что такое полимер? Некое высокомолекулярное соединение, которое состоит из мономеров. Что такое мономер? Некое низкомолекулярное соединение, как правило, непредельное, ну, то есть, которое имеет двойную и тройную связь. Также полимеры могут образовывать циклические соединения. И существует такой термин, как олигомер, это некое, грубо можно назвать, средневолекулярное соединение, которое состоит от 10 до 100 атомов. То есть выше 100 – это мономер, ниже 10 – это полимер. Ну, это весьма условно. Далее. Как получается полимер? У нас есть мономер, который нужно синициировать, либо скатализировать. Можно использовать два этих термина. Для того, чтобы получить некий радикал, либо активный центр. Для этого мы на мономер воздействуем либо физическим, либо химическим методом, и получаем активный центр. Начинается рост цепи, когда два активных центра рекомбинируют, соединяются с следующим мономером, и мы получаем, как в промежуточной стадии, олигомеры. То есть с углеводородной связью 10, 20, 30. Далее олигомеры уже рекомбинируют друг с другом, и получаются полимеры. И на последней стадии, когда у нас закончился весь инициатор, либо умер последний активный центр, происходит обрыв цепи. Теперь, что такое эмульсия? То есть мы плавно подбираемся к эмульсионной полимеризации. Эмульсия – это некая дисперстная система, состоящая из двух и более жидких фаз. В самом приближенном варианте это вода и масло. То есть сейчас рассмотрим эмульсию масла в воде. То есть у нас есть некая полярная фаза, например, вода. Есть неполярная фаза, например, масла. И для того, чтобы мы получили эмульсию, нужен стабилизатор дисперстной системы. То есть в случае эмульсии это будет гадо. Как правило, такое-либо поверхность активного вещества. Суть работы эмульгатора в том, что активный центр поверхности активного вещества ориентируется в полярную фазу, так как имеет заряд. И неполярный радикал молекулы павок ориентируется в неполярную фазу. Таким образом, он стабилизирует капельки дисперсии. Но все равно нужно помнить, что любая эмульсия это метастабильная система, поэтому в принципе она стремится к тому, чтобы расслоиться, то есть к тому, чтобы капельки объединились и произошло расслоение этих двух фаз. Поэтому выбор эмульгатора достаточно важный момент. Итак, мы подошли как раз к эмульсионной полимеризации. Это некий многостадийный процесс, который зависит не только от макрокинетических параметров системы, но и от физико-химического состояния самой колоэльной системы. Это важно, потому что зачастую полимеризация проходит во объеме полимера, а тут мы, получается, ограничиваем некую фазу и запускаем полимеризацию именно внутри этой капельки. То есть механизм состоит из следующих стадий. Инициатор атакует мономер, причем мономер должен быть растворим в полярной фазе. Мономер образует некий радикал, и радикал должен проникнуть внутрь капельки эмульсии и запустить полимеризацию именно в этой капельке. Но тут возникает проблема в том, что внутри не полярная среда, а снаружи полярная. И ему нужно преодолеть вот этот некий истерический фактор пространственный, чтобы запустить эту полимеризацию. Поэтому рассмотрим на конкретном примере. Например, берем в качестве инициатора пироксидисульфат аммония, которым атакуем акриловую кислоту, она прекрасно растворима в воде. И момент, как радикалу акриловой кислоты проникнуть внутрь капельки эмульсии. Дело в том, что бутилокрилат истерол, они тоже имеют некую свою растворимость собственную. Например, бутилокрилат может распрятаться в воде 1 грамм на 100 грамм воды. Стерол даже чуть меньше. Но этого количества хватает для того, чтобы перейти в водную фазу. И тогда радикал акриловой кислоты атакует уже бутиловый эфир акриловой кислоты, а он имеет большое остротство, поэтому может проникнуть внутрь капельки эмульсии. и запустить полимеризацию уже там. Какой плюс этого процесса? Зачем вообще нам пользоваться эмульсионной полимеризацией? Почему не надо делать полимеризацию в массе? Дело в том, что когда мы ограничим объем полимера, но объем мономера, мы можем создать стереорегулярный полимер, потому что в капельке во-первых, ограниченное пространство, во-вторых, ее состав мы можем контролировать исходным соотношением. Таким образом, она не взаимодействует со всей большой системой, а запускается внутри вот такого молекулярного как бы реактора. В принципе, наверное, все. Поэтому слайдно. Итак, мы получили некий продукт, то есть некий полимер, растворенный в воде. То есть у нас получились капельки полимера, распределенные по всему объему воды и застабилизированные. Сложность именно с точки зрения технологии заключается в остаточных мономерах, то есть в их остаточных концентрациях. Это связано с тем, что практически все мономеры это ядовитые вещества, завистую концентрации, которые многие из них могут даже называть мутации, влиять на здоровье человека и уменьшать его и так недолговременную жизнь. Поэтому нужно бороться с остаточными мономерами и есть несколько вариантов. То есть либо мы вводим повышенное количество инициаторов и он добивает остаточные мономеры, либо рекомбинирует их между собой, либо чисто технологически варьируем параметры температуры, давления, работу самой реакционной смеси для того, чтобы убрать достаточные концентрации мономеры. Еще одна проблема, которую могут создать мономеры, это то, что они могут создать, например, некий мостик и притянуть одну капельку дисперсии к другой, и она увеличится в размерах. И когда мы не сможем уже гарантировать, что у нас существует мономолекулярная дисперсия, то есть когда капельки будут существовать разного размера, и это будет влиять также на стабильность самой дисперсии. Вот это база то, в чем заключается суть проекта. Сейчас вопрос стоит, зачем это нужно? В какой области можно применить подобные системы? Зачастую полимер можно применить для изоляции, то есть, например, для изоляции одного тела от другого, для изоляции тела от следы, от предоносного воздействия, то есть нам нужно, например, отделить один метрный кабель от другого, чтобы не произошло замыкание. Мы используем полимер. Наша система признана для того, чтобы изолировать, например, какие-то тела от воды, то есть мы можем создать технологический водоем, в который сливаются какие-либо отходы. Вся проблема в том, что обычные котлованы они проницаемы, то есть, например, тяжелые металлы, остатки нефти и другие технологические вещества могут попадать в грунтовые воды, в почву, влиять на природу, опять же, на здоровье человека. Поэтому существует задача именно гидроизоляции. И как раз вот эти водные полимеры созданы для того, чтобы гидроизолировать подобные системы. То есть можно посчитать площадь системы, которую мы можем изолировать. Если взять примерную глубину, примерную площадь зеркала, сделать приближение, что у нас она равна площади поверхности параллельно пипеда с подобными параметрами, то для изоляции такого водоема нам надо покрыть примерно 5000 квадратных метров. И можно сказать, что на покрытие плотной пленкой такой площади у нас уйдет всего 10 тонн жидкого полимера. И с одной стороны может быть это кажется много, но если посмотреть площадь, которую мы покроем и толщину пленки порядка 3 мм, то это получается просто невероятно выгодно и удобно. То есть, например, на УГНК сейчас существует проект, когда они сливают технологическую воду в некий котлован специальный, она содержит большую концентрацию меди. То есть такую концентрацию, которую очищать очень нерентабельно. но у них существует технология, по которой эту медь могут поглощать бактерии. Но медь не очень вкусная, поэтому бактерии едят ее медленно. И пока они ее поглощают, медь проникает в грунтовые воды, она проникает в почву, накапливается живыми организмами, и так или иначе попадает в внешнюю среду. Если, например, мы гидроизолируем всю эту воду, то она заполняется этим медным раствором, в течение 10 лет он абсолютно непроницаем, бактерии спокойно едят, не спеша, нефть, потом прогоняются через фильтр, и мы получаем чистую воду, которая закругляется в оборотный цикл водоснабжения. на самом деле у таких водных эмульсий очень большое применение, они работают, например, для покрытий, для антикоррозионных покрытий, есть идея применить их для создания второй кожи, когда, например, хирург берет, погружает трубу в раствор этого полимера, подержал ее в течение трех минут у теплого фена, и у него плотно облегающие перчатки, которые совершенно не мешают ему работать. После работы он просто их снимает и выбрасывает. То есть это как еще один пример, можно сказать, живой. Ну и как я понял, по схеме лекции надо показать фотографии в конце, а еще один слайд забыл. Интересный момент как раз в том, что заливая дно карьера нашим полимером, мы получаем композит. То есть композит это некий материал, который состоит из матрицы и наполнителя. Матрица это некое связующее вещество, в данном случае это наш полимер. И композит это любой природный материал, то есть наполнитель, любой природный материал, будь то песок, будь то глина, ну и так далее, который попал в его структуру. И таким образом у нас получается покрытие дна технологического водоема не чистым полимером, а уже композиционным материалом, который обладает совсем другими свойствами. Вот. А сейчас к фотографии. это к тому, что каждый проект, который запускается заново, который запускается по своей технологии, он требует своего оборудования. То есть просто купить такое оборудование зачастую очень сложно, поэтому всегда делается заново свой комплекс, который ориентируется под решение конкретных задач. То есть покупается реактор, к нему делаются подводы, подачи, дополнительные емкости. Ну и можно сказать это как команда проекта. Сколько? Раз, два, три, шесть человек целых. В принципе у меня все. Дорогие друзья, есть ли у вас вопросы? Здесь вакансии нет, но по итогам турнира бог да, я хочу сказать, что и Денис Павлович, и Ольга Владимировна преддали предварительное согласие стать членами жюри на нашем мощном этапе. Так что те, кто пройдет мощный этап, вы будете спорить с этими людьми. Может быть самое время задать им вопрос, а там вы будете с ними спорить. Не Кирилл Валентинович, обдураться. У меня вопрос, когда понимаете, стены задаемов, он истекает, это все, будет таково, что там возникло полимера, а в течение будут дырники или полимеры. Это будет обидно, если так. То есть, какая полимеризация, если быстро противизуется, то тоже попадает сразу? Нет, не в этом суть. Полимеризация, она идет своим, у нее есть строгое время, например, при 18 градусах температура пленкообразования, она идет определенное время. процесс стекания, он контролируется вязкостью. Понятно, что данная технология не описала все технологические моменты, она подозревает, что сначала подается раствор высокой вязкости, то есть, порядка 1300 милипаскаль на секунду, он создает первый толстый слой, после его высыхания заливается менее вязкий раствор, порядка 300 милипаскаль на секунду. Он уже затекает во все микротрещинки, во все эти выравниванные шлифовывают. И потом можно еще более жидким разбавленным раствором обработать уже конечную сплошную пленку. То есть, таким образом создать идеально ровное покрытие. И туда, еще вопрос по эту сторону. Там, когда продаются додержали полимер, они сложили второе дерево, что остерка разорвалась. Как-то разрушается искусство для него себя, он сам собой просто разрушается и полимерация не дошла. У тебя пленка получается в принципе, она довольно устойчивая. Она разрушается, даже не разрушается, она коалифицирует, объединяется, когда испаряется вода. То есть, испаряется вода, капельки эмульсии объединяются по собой, потому что эмульсия становится более концентрированной. возникающие связи движения и движения получается то же самое, что полимера ошибок, просто реализация. А у них очень близкое сродство, потому что это одинаковые материалы, поэтому они легко упняются, коагулируют, коалифицируют, делают все, что хотят. Да, вопрос. В распространенной ситуации, когда вырывают просто большой котлован, туда отходы сбрасывают. Почему нельзя канистру сделать? Поставил канистру и все. Ну вот, например, канистра объемом 30 тысяч кубов, это довольно много. То есть, котлован, он предполагает большие объемы промышленные. Даже, например, ну, я не могу сказать, но вот, например, ректификационная колонна нефтяная, высокая, самая большая, которая сейчас существует, она, по-моему, всего 500 кубов, ну, 500 кубометров объема. А если нам надо заполнить целый водоем, то есть, например, сброс с Синарского завода, сброс с УГМК, если там у них потребление воды, сброс сточной воды порядка 50 кубометров в час, то нужно создать большой водоем. Или, например, когда мы создаем водоем для нефтяной промышленности, обкладывают нефтяную скважину, чтобы избежать разливов нефти. То есть, там создается большой объем, чтобы предотвратить какую-то либо технологическую катастрофу. Поэтому тут невозможно создать ни какую-то металлическую емкость, ни даже пластиковую. Это будет очень дорого, очень сложно и нетранспортабельно. Ну что, мне кажется, самое время поблагодарить. pneumоб concernны, что Продолжение следует...